Добрый день, друзья! Я безумно рада вас видеть сегодня и слышать в прямом эфире на аккаунте Вехердрессер. Привет, привет! Давайте с вами проверим звук. Я надеюсь, меня слышно, да? Напишите, пожалуйста, как вы меня слышите? Привет всем! Приветик! Я очень-очень рада вас видеть, слышать. Вы знаете, сегодня будет такая потрясающая тема, потому что сегодня один из топовых стилистов бренда Вэлла находится на Бали. Зимует на Бали. Я смотрю ее инстаграм и понимаю, что я тоже туда очень хочу. Наверное, мы все хотим в теплые жаркие страны. Так вот, у нас сегодня уникальная возможность пообщаться. Как раз телемост, у нас прямая связь будет с Бали. И мы с вами узнаем все новости, как работать стилистом на другом конце мира. Давайте посмотрим сейчас. Мариночка, я тебе добавляю. Я тебя видела. Всем привет! Привет, друзья! Ох, да, все ждем. Всем безумно интересно. Спасибо большое. О, Марина! Всем привет! Видно, слышно? Да, все хорошо? Сейчас, по-моему, так. Да, слегка. Сейчас все хорошо или попробуем поменять наушники, пока все подключается? Да, не, нормально, нормально. Мариночка, ты в таком-то красавием раю. Расскажи вообще, я просто ни разу на Бали не была, и за это мне очень интересно, что это такое? А это все самое лучшее, что может произойти в своей жизни, начиная от того, что это за место, и, наверное, заканчивая тем, каких людей ты здесь можешь встретить. И, конечно, те трансформации, которые происходят с тобой. Это просто потрясающе. Это надо просто попробовать на себе, вот так просто не расскажешь. Всем привет! Привет, друзья! Друзья, Марина. Марина у нас как раз работает с брендом «Белла». Марина именно тот человек, тот специалист, с которого вы когда заходите на аккаунт «Белла» в студию, если не ошибаюсь. Марина очень часто в прямых эфирах показывает для вас прически, быстрые прически. У нас было с Мариной пару прямых эфиров, где Марина тоже за час вам 4-5 причесок показывает. Так что вы ее уже знаете. Сейчас Марина поделится своим опытом. Расскажи, пожалуйста, нам интересно вообще, почему Бали, как там зимовать и как там работать, стилистов? Так, минуты идешь за день? Да. Ага, не слышала, да? Настя, вот у меня нормально все, кстати, вы меня слышите вот сейчас? Вот сейчас вроде бы все хорошо, просто иногда бывает зазед, что на Бали здесь немножко проблемы с интернетом бывают. Слышно, да, все хорошо? Да, мы тебя слышим, но теперь скажи, пожалуйста, почему у тебя выбрано Бали, почему ты туда уехала, и вообще как там работать, стилистов? Вообще есть ли там работа? Работы много. Ну, скажу я себе, наверное, прям буквально в двух словах. Первый раз на Бали я попала в прошлом году, это была в август месяц. И, ну, причиной тому стала моя личная история, как говорят, я думаю, может быть, кто-то точно смотрел фильм «It, pray, love, ешь, молись, люби», что лучшее место, чтобы пережить развод, это Бали. И поэтому я выбрала это место. И именно в тот момент, когда я поняла, что я хочу уехать сюда на подольше, для того, чтобы не просто понять вообще, что я хочу, какие у меня смыслы. Потому что быть стилистом по волосам, это, конечно, одна история, но очень важно, как мне кажется, про себя понимать гораздо больше, что ты хочешь делать вообще в жизни, почему ты именно стрижешь, или почему ты именно красишь, почему ты учишься именно здесь или здесь. Вообще, что ты несешь с собой в этот мир, как мне кажется, это очень важно знать. И вот именно поэтому я вернулась на Бали, ну, практически на всю зиму, вот, до конца февраля я буду здесь. Отвечая на второй вопрос, могу сказать, что работа здесь есть для стилистов по волосам, для броу-мастеров, то есть для нейл-мастеров, вчера только была на маникюре. Работа здесь для бьюти-мастеров действительно есть, ее здесь много. Но, конечно, мне хочется размечать некоторые мифы. Так, да, у нас и связи. Плохо, ну, вы представляете, где Москва и где Бали. Ну, чуть-чуть, да, чуть-чуть проблемы. Еще раз, очень интересно. Вот, кстати, вопрос, разрешено ли работать приезжим? Лин, привет, вижу, что от тебя этот вопрос официально нет. Официально, конечно, никто вообще не говорит о том, что я здесь работаю в своей комон-комне. Нет. Есть сообщество в Facebook, есть много Бали-чаток в Telegram, где очень много, на самом деле, русских ребят. Потому что многие писали о том, что какие языки... Конечно, английский знать надо, потому что вы приезжаете... Слышно, Настя? Алло, алло. Периодически ты пропадаешь? Да. Или, может быть, вернусь свой файл? Да, это интернет. Значит, то есть я правильно... Можно смело... Можно смело... И здесь, смотрите, просто такая ситуация... Потому что многие мне раньше задавали вопрос, когда я меняла город, да, переезжала в Москву, например. Это то же самое. То есть вас просто в новом месте никто не знает. По сути, все то же самое. Вы просто приезжаете в новое место. Вы мега-классный мастер. Не важно, что вы делаете. Волосы, ногти, брови, ресницы. Вы классный мастер. Но вас никто не знает, и вам просто нужно нарабатывать клиентскую базу. Поэтому сразу могу сказать, что я здесь работала и за фрукты, и за донейшн. И просто для контента, там, ну, для контента Инстаграм, да. То есть это нормально. Потому что, ну, то есть сразу нужно вот это принять, и не просто ехать сюда зарабатывать деньги. Ну, камон, ребят, билет туда-обратно, вот в этот раз, мне стоило 80 тысяч туда-обратно. Что вы едете зарабатывать, да. То есть здесь момент в другом. Скорее, если вы просто можете использовать этот еще как один, ну, скажем, подработки некой на острове, можно. Если же вы собираетесь именно ехать сюда жить, вам все равно нужно будет ехать с подушкой безопасности, с финансовой подушкой, потому что первое время вы, как и везде, как в Москве, как в любом другом регионе, вы будете нарабатывать себе клиентскую базу. Но русских здесь достаточно много. Здесь живет уже более тысячи человек наших соотечественников. Это бизнесмены, это онлайнщики, это все те, кто работают на удаленке. И для меня, например, стало откровением, что очень много именно востребованы мужские мастера. То есть все постоянно в валичате прям ищут барбер, барбер, барбер. То есть всем нужны мужские стрижки. Парни, естественно, обрастают быстро. На валич здесь вообще могу сказать, что все растет быстро, да, и волосы, и корни, и так далее. Но на самом деле, вот у меня коллега сейчас тоже здесь, Алена Букирина, стилист. Она здесь за один день, она мне пишет, слушай, я сегодня заработала десятку. На самом деле все возможно. Но здесь есть определенная специфика, как вы быстро наработаете клиент. Естественно, если вы будете ставить московские цены, здесь найдутся мастера, которые будут ставить совершенно другой чек, совершенно другие цены. И, например, вы скажете, я не выезжаю, а другой мастер скажет, а я мобильный, я на байке, я приеду. Поэтому, естественно, клиент уйдет к нему. Здесь вот все эти моменты, все эти нюансы, все, как и в наших городах, все взаимосвязано. Геолокация, ваш ценник, ну и в небольшом, конечно, каком-то проценте косметика, на котором вы работаете. Подожди, а косметику, то есть ты с собой чемодан навезла косметику, или там есть профессиональный магазин? Профессиональных магазинов здесь нет. Нет, я привозила с собой именно уходы, весь стайлинг. Брала я вообще также немного краски, ну такой уходовый больше, да, для того, чтобы именно сделать классный уход безмяющими продуктами. И, соответственно, немного краски для себя, потому что я понимала, что еду надолго. А вообще, хочу сказать, что есть разные авиакомпании. Например, если вы летите Катаром, это багаж, который позволяет вместить 32 килограмма, либо это China Airlines, они позволяют вместить 45 килограмм, потому что многие едут надолго. И поэтому, конечно, если вы едете, возможно привезти с тобой все это, потому что здесь у меня было уже три запроса на растяжку. Ну, то есть на разные техники, шатуш, air-touch и так далее, и так далее, фрилайт, то есть именно свободные техники осветления. Ну, то есть я три раза уже отказала, потому что у меня не было с тобой материала. А вообще это достаточно... То есть мне тебя отправить самолетом? Да, это тем, кто еще прилетит. На самом деле у меня еще одна клиентка сюда уже прилетела, и она забрала из салона краситель, ну для того, чтобы я ее покрасила. То есть вот такие истории тоже бывают, и мы с ней здесь встретимся для того, чтобы обновить ей цвет. Супер, смотри, Ирина, а какие лучше навыки? Вот с какими навыками туда лучше делать? Дать тричь, красить, делать с прически? Смотрите, здесь какой нюанс. Ну вот так как мой основной бэкграунд здесь направлен именно на экспресс-прически, экспресс-укладки, здесь, что хочешь сказать, вот по этому пункту, да, вот прически-укладки. Лучше, конечно, если вы еще умеете делать мэйк. Вот вчера буквально у нас была съемка, и, например, так же девушка мне пишет, ну может, и мэйк еще делаешь? Я очень давно его делала, но я предпочла все-таки взять еще визажиста. Но тем не менее мы же с вами понимаем, да, если умеем с вами делать все, мы будем востребованы еще как бы, ну, там в 3, 5, 10 раз больше. И что касается именно причесок-укладок, здесь очень важен навык именно быстрых причесок. Потому что специфика работы с волосами на Бали, я могу сказать, что это как будто вы делаете прическу под дождем. Потому что влажно, что процесс... То есть, помимо того, что я, конечно, извиняюсь, но буду говорить, как есть, помимо того, что вы потеете сами, потеет клиентка в тот момент, когда вы причесываете ее волосы, то есть, ну, влажно, все как бы, вот, все мокро. То есть, что вы там отчесали, даже не минуту назад, а 30 секунд назад вы прошли расческу, вы можете заново это причесать. Поэтому здесь момент того, что стайлинги работают несколько по-другому, и здесь уже как бы нужно смириться с тем, что это будет именно вот так. То есть, понятно, что под кондиционером в номере вы можете это вычислить все круто, классно. Выйдя на улицу, прическа все равно будет иметь некий другой вид, поэтому, ну, к этому уже лучше сразу быть именно готовым. А по поводу того, что стрижки, окрашивания, здесь также, если вы умеете это делать, вот, если вы готовы здесь быть выездным, то есть, на Пале также здесь есть несколько районов, и реально, ну, скажем так, выигрывают мастера, те, которые мобильные, то есть, те, которые готовы сесть на байк, приехать и покрасить. То есть, я также тогда себе здесь выбирала мастера там по ногтям, мы все смотрим, как далеко нам придется ехать, потому что, ребят, жара 32 градуса днем, никому не хочет ехать по жаре, по пеклу, в 32 градуса на байке, там, час, другую, конец острова, поэтому здесь очень ценно, если вы сами готовы быть мобильным. И, ну, вообще здесь реально и также и на работу клиентскую базу, и по окрашиванию, и по стрижкам, и поэтому здесь, конечно, очень важен вообще весь бэкграунд, все то, чем вы занимаетесь в обычной вашей трейдмахерской жизни, вот, если вы все это делаете, и мужские стрижки, то здесь надо вспоминать просто все. Тогда Бали-чат, который есть в Телеграм, там каждый день вы прям в нем следите, и практически каждый день через день там всегда по 2-3 заявки на какую-либо парикмахерскую услугу. Вы просто ее перехватываете, вы можете перебить это ценой, вы можете перебить это косметикой, которую вы делаете, то есть, если вы классный и максимально лояльный клиенту, welcome, вам здесь удастся действительно именно работать на Бали и именно зарабатывать деньги. Ну, смотри, инстаграм для нас важен, да, потому что это наше меню, наше портфолио. То есть, инстаграм, ты отправляешься клиентам, чтобы они посмотрели твои работы? Любимое выражение моей подруги – да, но нет. То есть, здесь момент того, насколько вы круты в своей стране, в своем городе, он не совсем работает, потому что здесь, я когда читаю иногда Бали чат, я думаю, о май гарабл, ну, то есть, я вижу эти работы, этих стилистов, думаю, да, круто, но здесь может работать все совершенно другое. То есть, здесь, вот, как я уже сказала, геолокация и ваша мобильность может, ну, как бы на самом деле работать лучше, чем то, что вы делаете руками. То есть, даже не красительный, которым вы работаете, потому что, как правило, те мастера, которые работают на хорошей, дорогой косметике, они все равно будут ставить чек выше среднего, и не все на острове готовы за это платить. Потому что есть реально мастера, которые просто перебивают цену, ну, я не буду называть брендами, на которых работают, и просто перебивая ценой, они забирают ваших клиентов, вот и все. Ну, а конкуренция? Большая ли там конкуренция? Ну, здесь сразу могу сказать, что конкуренции среди местных ее особо нет, потому что здесь, как я уже сказала, очень много живет русских наших, да, там, сограждан, вот в Убуде, это район джунглей, там есть такая, называется, прям, Бали-дача, ну, то есть, русская дача, там есть русская баня, и там живет, на самом деле, огромное количество онлайнщиков, удаленщиков, то есть, там вообще все говорят на Russian language, ну, то есть, на нашем с вами русском языке, то есть, реально, вы попадаете просто в Россию, ну, просто на Бали. И здесь, конечно, момент, очень важен именно вашей коммуникации, потому что конкуренция, она когда у нас с вами рождается? Либо, когда мы с вами ничего не делаем, да, ну, то есть, как бы, и просто заказы слетают к кому-то другому. Если же вы будете пушить и бомбить каждый раз в час, блин, девчонки, я сегодня плету косо за манго, у меня реально был такой опыт, я именно плела косо за манго, это было прикольно, у меня тоже сейчас полно фруктов в номере, я уже думала, о, май, да, просто, ну, реально, вот у меня такой был экспиринс, потому что я же сюда приехала именно не только, ну, как бы, деньги зарабатывать, а приехала за новыми смыслами своими. Поэтому у меня было такое, я говорю, я за донейшн, ну, то есть, донейшн – это, да, либо какая-то денежка, либо какой-то фруктик, ну, вот то, что, как бы, принесет, и на том спасибо. Поэтому конкуренция здесь, она есть переди своих, потому что многие вот в бьюти-чате, вот этом, в Вале бьюти-чат, например, там скидывают свои работы, кто по ресницам, кто по волосам, кто по ногтям. Но там сразу, например, пишут, вот, например, ну, на примере Москвы, да, я бы это так называла, то есть там, например, стрижка, окрашивание любой сложности, там, таганка, или там стрижка, окрашивание любой сложности, там, район, по велешке, ну я не знаю, многие просто писали бараем или там лужники, то есть вот такого плана, да, и вы уже смотрите, куда вам удобнее, откуда вам удобнее, и вам сразу в личку скидывают, вы можете сами приехать, то есть у вас косметика своя, а, классная косметика, то есть здесь вот реально, если вы лояльны, если вы круто общаетесь, если у вас с навыком коммуникации все круто, здесь вы реально найдете общий язык, и здесь к вопросу, мне просто очень многие писали, нужно ли знать английский язык, ну конечно нужно, чтобы вы в другой стране, но не для того, чтобы там идти снято с вашими телегентами, потому что в балийский столон вас никто не пустит, здесь очень высокая конкуренция среди именно вот, ну с индонезийцами, потому что у них у самих момент работы, это такой очень важный момент, они никого не пускают, то есть здесь у них даже между собой конкуренция там между прачечными, между салонами красоты, между массажными салонами, поэтому естественно у вас здесь вся конкуренция ваша, она заключается только вот в этом балийском beauty чате, где вы просто, ну, когда пишете что-то свое, когда вы какой-то особенный, или вы просто смотрите и следите постоянно за теми заявками и заказами, которые там есть, вы реально можете, ну, работать и зарабатывать достаточно быстро. Мариночка, скажи, пожалуйста, по стоимости. Вот спросили, когда сколько стоит мужская стрижка. Нам хотела понимать вашего стрижка. Да, здесь, ну, смотрите, вот приведу такой пример по поводу стоимости. Мы также обсуждали, вы тоже с Аленой, когда она сказала, что она назвала, ну, там, свою московскую цену, 3000 рублей, да, на местные деньги, я сейчас скажу, сколько, здесь, в общем, здесь 100 тысяч рупий, это 450 рублей, ну, округлим, 500 рублей, да, то есть, соответственно, 3000 рублей, это, на самом деле, получается, 600 тысяч рупий, это, как бы, женская стрижка. Соответственно, мужская она будет меньше, это где-то, ну, от 200 до 400 тысяч рупий, ну, соответственно, вот смотрите, это от 1000 до 2, но, опять же, я вам могу сказать, что если найдется какой-то молодец и умелец, который скажет, сотка, то есть 100 тысяч рупий, то, конечно, может быть такое, что уйдут к нему. Вот, то есть, здесь вот этот момент, он, лояльность и именно зарабатывание денег, здесь что складывается из этого, вот, кто как перебьет цену. А есть просто те, кто говорит, ну, как бы, нет, я работаю только так и все, потому что у меня крутая косметика, там, также Алена с тобой, также она много назвала именно профессиональной косметики, и поэтому говорит, нет, ребят, камон, вот только такая цена. А тут уже многие, кто-то приглашается, кто-то нет. Опять же, здесь же мы с вами понимаем, кто здесь живет. Это наши русские с вами, ну, миллионеры, онлайнщики-педаленщики, те, кто делают деньги из интернета. Поэтому здесь также кто-то себя больше любит, они хотят хорошую косметику, которая вкусно пахнет и сразу устанавливает их волосы. Если это просто люди, которые вообще отношения к красоте не имеют, им все равно, чем им он помоет голову, они выберут, ну, совершенно, ну, может быть, даже другого стилиста, который сделает это гораздо дешевле, например. Ну, вот девочки пишут, смотри, я хочу прилететь к вам из мосты и буду делать наращивание волос. Наращивание волос – это актуально на Бали? Наращивание волос актуально на Бали. Я просто сейчас тоже вспоминаю как раз-таки один из балийских чатов, где просили снять и, ну, там, перенарастить что-то такое. Я просто сама не занималась никогда наращиванием. Вот, но на самом деле, да, здесь это актуально. Единственный момент, мы же с вами понимаем, здесь океан, это очень сильная соленая морская вода, да, здесь Ингийский океан. Концентрация, да, 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 вот этой соли. И на самом деле, вот мы с Аленой на днях обсуждали такой момент, что очень много, здесь реально высокий процент девушек, которые приезжают с осветленными, наращиваниями волосами. То есть, ну, вот все то, что как бы нельзя делать там перед Бали, потому что это 32 градуса, это всегда солнце. Сегодня вот у нас один день вот без солнца, практически 29. А вообще это 32 всегда стабильно. Если вы едете на байке по жаре, это эффект фена горячего, да, то есть мы понимаем, что если волосы, они просто на этом теплом воздухе, они так же, ну, как бы, вот вы их феном сушите. Поэтому это не совсем здорово. Но спрос есть всегда. Поэтому здесь для тех, кто именно... О, Аленушка, привет, я про тебя уже рассказала. Да, Аленушка, привет, привет. Вот, поэтому на самом деле здесь все равно есть такой нюанс, что вы можете здесь приехать со всеми своими материалами и предложить это. Но сначала я бы все равно рекомендовала прежде, чем это делать, и вот так вот ехать просто в никуда, подключиться, там, подписаться на группу вместе на Бали на Фейсбуке, да, то есть вот на все эти Балиские чаты, вступить в них, посмотреть, изучить как раз конкуренцию, изучить то, что делают девчонки. Потому что буквально вот вчера прочитала, то есть едут там две девчонки, ну, допустим, из Питера, не помню, какой-то такой большой город, говорят, вот у нас классный салон, у нас такой-то бэкграунд, мы готовы вам оказывать такие услуги. Но, как бы, камон, ребят, здесь есть реально очень много русских мастеров, которые здесь уже живут по два, по три, по четыре года, и, естественно, у них уже есть своя клиентская база, которая только к ним и ходит. Поэтому вот здесь для того, чтобы, как бы, скажем так, стать классным и востребованным стилистом, здесь тоже нужно достаточно много времени. Ну, как бы, не много времени, а все равно нужно потратить время на то, чтобы наработать свою клиентскую базу, как и в любом другом городе. Ну, то есть, вот, когда вы меняете локацию по той же России. Ой, привет, привет, Олег. Вот, смотри, вопрос, как раздали по спросу на воспитательные процедуры, и Алена уже ответила. Ну, давай, кто тоже ответит, пожалуйста. Есть ли спрос на воспитательные процедуры? Восстанавливающие. Есть, есть, конечно, спрос. Здесь, знаете, на что есть спрос? На процедуры по коже головы, потому что у некоторых из-за шменок, к минимуму, то, например, люди здесь уже пожили какое-то время, 4-6 месяцев, и у них, например, не знаю, выпадают волосы. У меня реально вот недавно была такая девушка, которая говорит, слушай, а здесь какая-нибудь сыворотка с тобой, что-то просто в попадении. То есть здесь есть спрос абсолютно на все. Поэтому вот я говорю, если вы всерьез думаете сюда ехать, берите China Airlines, да, ну, сейчас это все ситуации с масками, с их вот этим карантином, это все понятно, но, тем не менее, лучше выбирать авиакомпанию, которая позволяет вам привезти большой багаж, потому что все эти баночки, бутылочки здесь вы не купите ничего. То есть ничего профессионального вы здесь не найдете. Ну, очень-очень среднее, maybe, но те продукты, на которых вы любите работать, от которых вы видите классный результат, здесь этого нет. Все нужно привозить с собой, вот все, от там, всех каких-то моментов от ногтей, там, ресниц, тем более, тем более для красителей, то есть вот красители это точно. Марина, а мне интересует ценовая вообще, ценовая ситуация, сколько стоит, чтобы там прожить месяц, да, квартира, может быть, расходы на байк, барджи в аренду, квартира в аренду, питание, вот, чтобы мы принимали, с какими деньгами, с какой подушкой надо туда приехать. Ну, смотрите, для того, чтобы вообще поехать, нужно закладывать момент, берете ли вы обратно билет или нет, потому что, например, билет туда-обратно можно взять, скажем, от 50 туда-обратно, ну, в среднем до 80 тысяч рублей. То есть здесь вот этот момент, он обязательно, это уже сразу надо понимать, что билет нужен туда-обратно. Если вы едете, скажем, от 2 до 6 месяцев, то есть вам нужно понимать, что вам еще нужно будет делать визу. Если это виза на 2 месяца, нужно закладывать в районе, сейчас скажу, 30-50 долларов на ее продление, да, ну, то есть в районе там 3-4 тысяч рублей на продление визы. Если вы летите на дольше, там, скажем, на 6 месяцев, то есть вам нужно будет делать тугоу, ну, любую другую страну, например, многие вылетают, в основном, в Куала-Лампур, и, соответственно, то есть... Маришка, балийская красавица. А, так, а меня... Балийская красавица. А, вот, все вижу, да. Балийская красавица. Какие-то писать в интернет. Да, да, вот. И здесь, смотрите, какой нюанс. И помимо того, что, ну, на какие деньги здесь вы можете прожить, в месяц вы реально можете арендовать жилье, это может быть вилла, это может быть guest house, за, там, 25, условно, тысяч рублей в месяц. Это реально найти. Можно меньше найти, но все будут хуже условия. Но вообще это все реально. Байк. Здесь тоже его реально арендовать, но очень много разных случаев. Честно, я сама байк не вожу. Я здесь заказываю в основном такси. Здесь это популярный такси GoJet и Graphics через приложение. Вы можете доехать в любую точку, ну, условно, от 50 рублей до 450 рублей. То есть, ну, за поездку. Причем, если вы работаете с клиентами, вы просто можете говорить, что расходы на транспорт оплачиваете вы. Вам оплатят расходы на транспорт, и вы просто бесплатно ездите. Поэтому еще по питанию, например, здесь реально питаться за 800 рублей в день. Это реально. То есть, ну, сколько там. Если завтрак, например, включен у вас там в guest house или в отеле, и, например, 800 рублей в день реально потратить. Там, например, здесь очень жарко. Вы вообще можете на фрукт какое-то время жить, потому что вы просто есть не хотите. Также все зависит еще от того, что, ну, так как у нас все из разных городов, да, и, ну, было бы, наверное, совсем корректно говорить о том, кому сколько нужно будет денег с собой, потому что кто-то, может быть, будет здесь на массаж каждый день ходить, а кто-то, может быть, реально будет здесь там вьюти-чат следить и искать там свою стрижку, чтобы быстрее как бы заработать. И также там по массажу. Это может быть массаж за 100 тысяч рупий, 450 рублей условно, а может быть спа-салон за, ну, вот, полтора миллиона спа-процедура. Здесь уже вот, ну, вот, все, вы здесь найдете вообще абсолютно все. Но то, что здесь можно жить гораздо дешевле, чем в Москве, например, в той же, это абсолютно точно. Но где вы снимете в Москве жилье со своим бассейном, завтра включен за 25 тысяч рублей в месяц? Просто солнце 24 на 7 в бассейн и завтра включен. Друзья, сейчас, мне кажется, мы все пойдем билеты покупать, да? Друзья, у нас такая идея, что в следующей зиме мы все вместе с вами зимовали на Бале. Давайте пишите. Вот, Анин, скажи, пожалуйста, вот я видела, Алена вообще с ребенком приехала, с маленьким ребенком. То есть это практика, мастера могут приезжать с детьми, с семьями, или лучше быть со мной? Ну, здесь такой момент, а меня слышно? Я просто, у меня, собственно, нет наушника, мне кажется, он меня разродился. Сейчас я прям быстро подключу наушники другими. Слышно, да, все отлично. Ну что, пока, Алена. Да, да, конгресс на Бале, сделаю конгресс на Бале. Да мне уже со всех точек мира уже предлагает Настя, давай, мы готовы все приехать, хотим очень. Так, вот давай про детей. Да. Ты видела, ты общаешься с мастерами. Да. На самом деле, с детьми также здесь вполне реально приезжать и быть. Но здесь, наверное, Алена может подробнее об этом ответить. Здесь все зависит от того, насколько вы, опять же, ну, как скажем, вот по жизни смелый человек, может быть, даже в какой-то степени авантюрист. Но вот Алена приехала с одним ребенком, правда, да, то есть у нее двое, она приехала с одним. Ее это совершенно не смущает. То есть она прекрасно там может найти ему няню. Но это примерно, няня, насколько помню, 250 тысяч рупий в день, ну, то есть около тысячи рублей. То есть вы можете за тысячу рублей нанять человека, который посмотрит за вашим ребенком. То есть это тоже реально, и это здесь пользуется спросом. Вот, поэтому, да, вот она уже готова провести вам эфир на эту тему. Многие, многие здесь приезжают с детьми. Единственный момент, когда люди едут на Бали, и вообще, вот, да, это, наверное, информация для всех, когда вы думаете, что Бали – это круглый сезон лета. Да, это круглый сезон лета, но это совершенно не купабельное место. То есть если вы думаете, что вы будете плавать в океане и наслаждаться этим… Нет, ребят, здесь два купабельных пляжа, два, два всего, вот во всем острове. Здесь очень много пляжей, но они только два купабельные, потому что это круглый год сезона для серфинга. Поэтому если вы, опять же, едете с детьми, у вас будет только два места, это там Нуса-Дуа, условный Исанур, там, где стоячая вода, там, где нет волн. Поэтому здесь тоже такой момент, когда вы едете с детьми сюда, ну, там, неважно, работать, жить, просто путешествовать, нужно понимать, что для того, чтобы здесь быть с ними, здесь нужно очень хорошо изучить инфраструктуру острова, чтобы не приехать в то место, где просто все серфят, и вы просто не можете зайти в воду. Ну, и тем более с детьми, потому что здесь силы и мощь океана, они просто, ну, они вас выбивают, как бы, да, на берег. Вы не можете зайти, а потом, если вы зашли вдруг, вы не можете выйти. Поэтому здесь это очень тоже такой важный момент, именно вот, скажем, по, скажем так, обстановке самого острова. Круто. Вот Алена пишет то, что ездила стричь миллионеров, ну, то есть прям реально там есть миллионеры? То есть это вот прям реально? Настя, я могу тебе сказать, что здесь есть даже миллиардеры, потому что мы же приезжали, ну, вообще так же изначально я сюда ехала как раз под тусовку вот акселератора онлайн-школ, так как у меня есть свой онлайн-курс, и мы здесь все проходили это обучение сначала три дня, а потом еще недели, то есть, ну, больше десяти дней здесь длилось именно обучение по упаковке себя и своего бэкграунда именно в онлайн-программу, в онлайн-курс. И, конечно, здесь были и миллионеры, и миллиардеры, то есть все они здесь есть, поэтому, ну, как бы, да, почему нет, и реально вы можете здесь их стричь, с ними работать, с ними взаимодействовать, то есть здесь есть все. Это правда. Ладно, Марин, стричь, а замуж-то можно выйти? Я думаю, что да. Я думаю, что, конечно, здесь же, знаете, как есть такое, ну, как бы поверье, я думаю, что все об этом слышали, что Вали исполняет все желания, особенно, например, вот такой есть район Убуд, это джунгли, там говорят, что карма действует вот прямо здесь и сейчас, то есть если ты пнул собаку, ну, все, жди, вот сейчас там что-то с тобой произойдет. Это на самом деле так, закон кармы, в принципе, работает на Бали, и когда вы едете сюда с каким-либо запросом, действительно, Остов исполняет любое ваше желание, просто надо правильно его сформулировать, поэтому за серферами Леони Ролёновым пишет. Отлично, да. Так, сейчас давайте я посмотрю вопросики. Да, там, посмотри, может быть, из того, что писали в директ, то, что мы, может быть, еще не осветили, какие-то нюансы. Давай про кухню. Про кухню же говорили. Про кухню. Вот это мы не отвечали. Насколько дорога, чем там питаться на Бали? О, здесь вообще есть все. Единственный развею миф по поводу морепродуктов, ну, как бы, да, они здесь есть, но не в том количестве, как это есть, например, в Таиланде в том же. По поводу кухни здесь есть все. О, самый популярный, естественно, вид пищи – это рис. Это из него здесь делают все, причем он у них и на экспорте, и на импорте, в том числе, потому что им риса не хватает, несмотря на то, что по всему острову есть рисовые поля. То есть, на самом деле, с кухней вообще нет проблем. Очень много веганской еды, очень вкусной причем. Много итальянских ресторанов с прекрасной кухней. Есть даже французские пекарни, вы представляете, просто на Бали. Недавно были в Тифлисе, это в районе Ченгу, прекрасное место с грузинской кухней. Представляете, там, да, в Марте. Да, Тифлисе называется. И это просто потрясающе, там, и вино, и все. Ну, то есть, грузинская кухня на Бали – это просто, ну, вообще, роскошь бутиков. Просто откуда это, да? Но здесь есть все. Плюс также в маркетах фрукты. Ну, вообще все есть. Вообще с кухней здесь нет проблем. То есть, вот какие-то, может быть, есть у кого-то мифы, что вы едете, у вас какие-то проблемы с желудком, но это, возможно, из-за того, что вы что-то переели или переоценили свои силы, возможности вашего желудка. А на самом деле, если все вот умеренно и правильно, как бы, да, есть, здесь все худеют прямо вот в первую неделю, потому что постоянная жара, потому что вода вся выходит. Здесь реально попить все время, да, вот, ну, как бы кокосовую воду, то есть свежий кокос вы можете выпивать каждое утро. Это прекрасный антиоксидант, который выводит просто все. Всю дрянь из вашего организма, здесь он стоит копейки, 20 тысяч рупий, это, ой, сейчас скажу, сколько это у нас. Ну, короче, это очень мало. Это 80 рублей получается. Это 80 рублей, целый кокос вы выпиваете, и все прекрасно. Марин, ты надолго уехала туда? Сейчас скажу. Я уехала с декабря и до февраля. То есть вот в конце февраля я уже вернусь в Россию, потому что там тоже уже запланированы многие семинары, но в некоторых городах уже семинары именно по моему авторскому курсу. Но ты также, потому что я вот знаю тебя, ты очень здесь востребованный топовый стилист. Благодарю тебя. Да, я здесь работаю и знаю, изнутри все это кухнет. Как ты могла отсюда, от своих клиентов, от такого большого количества работы уехать вообще в другую страну? Вопрос услышала. И вот здесь тоже пишет Елена. Как вы уехали? Или вам кто-то помог вообще? Если кто-то переезжает, помогают ли или самой все надо? Да, Леночка, если честно, все надо самой. Да, у меня здесь есть друзья, причем в разных районах Бали они живут, но если честно, ну там у этих друзей, например, у этой семьи трое детей, у кого-то там еще какие-то свои нюансы. И здесь все равно нужно всегда рассчитывать на себя. Почему я уехала? И, ну, ведь мне много клиентов тоже говорили, Марина, ну как мы без тебя? Я, вы знаете, есть, бывает такой момент, вот, ну, то есть я уже в профессии больше 15 лет, и у нас реально со многими клиентами такие уже отношения, скажем так, сформировались, да? То есть они реально глубокие, и мы с ними прошли огонь, воду, разные фаны осветления, скажем так. То есть мы реально со всеми прошли вот эти вот все какие-то нюансы, и каре, и черные, и белые, и это со всеми клиентами. Но наступает такой момент, когда ты понимаешь, что ты сам важнее для себя, и нужно понять вот реально, а что я такое, и куда мне дальше. И как я уже вот сказала вначале, да, то есть на меня повлияла личная история, когда я поняла, что мне надо понять вообще вот, услышать себя, это, наверное, может быть какой-то крик души. И я думаю, что каждая женщина, девушка, которая сейчас с нами в чате, согласится, что, ну, на нас именно личное влияет больше, чем профессиональное. То есть вот мой профессиональный бэкграунд, какой бы он классный ни был, все-таки для меня стал на второе место, потому что мне стало важно, кто я и что я. Потому что, ну, после развода мне захотелось просто вот понять себя и вдохнуть вот этого глотка свежего воздуха. И после как раз августовской моей поездки мне многие клиенты отметили, что после Бали, когда я здесь жила три недели, сначала говорят, слушай, у тебя сейчас такие цвета получаются, ну, просто огонь. Я говорю, ну, спасибо, конечно, что до этого было не так, мне говорят, ну, было все круто, но сейчас у тебя, говорит, вообще вот другой какой-то взгляд. И реально, как мне кажется, после такой некой трансформации самого себя, ты начинаешь чуть по-другому работать, чуть с другим уровнем энергии, чуть с другим подходом. Появляется больше энергии, больше любви, больше, ну, вообще вот ты расширяешься, и вот это состояние, из которого ты начинаешь работать с новой силой, оно реально приводит к еще большим лучшим результатам. Вот, надеюсь, ты ответила на вопрос. Марина, я готова к тебе ехать. Бери билет и погнали. Друзья, это же круто, да? Давайте миллион сердечков ждут для Марины, быстрее, так, миллион, миллион прям сердечков, потому что Малина делится своим опытом, как, чтобы помочь вам в дальнейшем, возможно, вы приедете. Кстати, в сторис я закреплю аккаунт Марина, вы всегда можете зайти и написать. Можно же передать? О, сердечки, круто, круто. Если кому-то вопрос. Да, конечно, обязательно. На самом деле, я думаю, что на все вопросы прям вот так вот много, на самом деле, мне писали в директ, не отвечу, вы обязательно пишите. Единственное, я сразу хочу извиниться, если я буду отвечать голосом, потому что писать текст, это гораздо занимает много времени, и я просто не всегда это успеваю делать. Уже иногда просто в ночи всем отвечаю, потому что, ну, реально очень много вопросов. Самое главное, что хочу сказать, чтобы вы не боялись что-то менять в своей жизни. Хотите ли вы сменить город или реально улететь на Бали? Просто вам нужно, как сказать, взять, вот, ну, есть такое понятие, да, у нас с вами такая фраза «изо всех сил». Вот собраться изо всех сил и изо всех сил полюбить себя настолько, чтобы сделать этот шаг. Потому что и переехать на Бали тоже возможно. Просто для меня это, скажем так, не сама цель. У меня еще, скажем, есть, ну, другие проекты и другие, скажем так, желания на нашей большой земле, назовем это так. И другие, конечно, обязанности и обязательства перед, там, людьми, перед компанией Вэлла уже там все равно простроен график на полгода вперед по тем городам, куда я поеду с прическами. Как с языковым барьером? Да, язык – это самое актуальное, потому что проблема с этим. Да, смотрите, здесь вообще, что хочу сказать. Самое главное – это все-таки, ну, учите английский язык, короче, ребят. Учите вот прямо сейчас. Вот вы сейчас вот смотрите эфир, и вот прямо вот как только вот он закончится, прям идите в приложение, скачайте самое простое приложение «Полиглот» бесплатное Дмитрия Петрова и начинайте, начинайте учить. Вы все время можете думать, да нет, зачем мне, я живу в России, там, где-нибудь в маленьком городе, мне это не надо. Ребята, это надо. Это не надо вам сегодня, но это нужно будет вам завтра, потому что здесь языковым барьером, в принципе, здесь есть ребята, те же миллионеры, кстати, которые вообще ни слова не говорят на английском языке, но, понимаете, когда вы говорите на английском или хотя бы вы его просто понимаете на слух, у вас идет плюс 100-500 в карму, в вашу личную. Почему? Потому что вы можете изъясняться, вы можете понимать. Представляете, с какими клиентами, с каким уровнем клиентов вы можете работать, если вы говорите на английском языке. Понятно, что, ну, в Китае, да, он может вам не пригодится, они не говорят на английском, но вообще, что хочу сказать, вот мы сегодня с Настей уже утром это обсуждали, такой момент, что надо знать и говорить на английском языке, потому что Настя вам готова приводить в эфир людей, которые работают там в Лондоне, в Америке, в Нью-Йорке, в Милане, на каком языке они будут с вами говорить, вряд ли они выучат для вас русский язык, но если вы будете знать или хотя бы просто понимать, что они говорят на английском, это просто вам увеличит ваш бэкграунд просто на 100-500 процентов, поэтому обязательно учите язык, хотя бы базовый какой-то английский здесь на Бали все-таки нужен. Я здесь работала вот с кем, ну, по нашей, да, специальности, там, стрижки, уходы и прически со всеми русскими, все из бьюти-бали-чата, где только русские, но что хочу сказать, здесь язык нужен вам просто элементарно, вот пришли вы в кафе, вежливо попросить не просто там give me coffee, да, дай мне кофе, ну, вот не вот это, а куди give me cup of coffee, да, то есть просто быть вежливым, будьте любезны, принесите мне чашку кофе, то есть это просто реально делает вас еще как бы выше, дальше, больше, поэтому язык здесь вам нужен именно на Бали, не для того, чтобы общаться с англичанами, но это тоже, то есть если вы едете к серферам куда-нибудь в Улувату, вы хотите классно провести вечер, познакомиться, с кем-то пообщаться, но если вы будете с Google Translator сидеть весь вечер, ну, максимум, что вы друг от друга знаете, это из какой вы страны, я не знаю, и сколько вы на Бали, и сколько вы здесь еще будете, то есть это нужно для вас прямо сейчас всегда, всегда, то есть вы будете использовать язык. Да, кстати, вот как раз про язык, у меня же клуб запускается, я не знаю, ты там на Бали слышишь, не слышишь новости последние, запустила закрыт в клубе парикмахера, и вот не в этот поток. Это который hair space, что-то такое, потому что мне писали девчонки, они говорят, Марина, у нас новый проект, что ты об этом знаешь? Я на самом деле ничего об этом не знаю, может быть, реально уехала на Бали, и такая, знаешь, все, ну, как бы информация как бы ушла мимо меня, расскажи, пожалуйста, что это такое. Вот там реально все будут иностранные, или не только иностранные парикмахеры? Ну, смотри, вот в первом, значит, в первом потоке у меня топовые стилисты, кстати, топовые стилисты, ты знаешь, наверное, Тимур Бегич, топ-стилист. Ну, конечно, да, конечно, наш вылазки. Наш любимый, но там очень много, Леони Романов, это Леони. Тоже знаю, Лореаль Профессионал, конечно, Леон. Да, Воронцова, по прическам, Гульнара Чикоева, я ее обожаю, она такая сердечная, Алина Ярцева, то есть, ну, большой пул топовых стилистов я собрала. Круто. Я надеюсь, я там тоже буду. Когда приеду с Бали, я готова к новым проектам. Ну, смотри, у меня уже очередь даже на май, и я уже веду переговоры, чтобы в мае для наших стилистов онлайн-тростняк, на матер-классы вышел стилист из Лондона. Представляешь? Круто, круто. Вот, ребят, вот опять же, учите английский язык. Ну, просто, вот у вас будет уже абсолютно точно, вот заявлен эксперт из Лондона. Учите английский язык. Хотя бы там наш небольшой бэкграунд. Ну, знаете, что такое баньч или хэйркат или так далее. Ну, просто мы с вами должны это делать. Просто даже, когда элементарно вспомните, наверняка у каждого такое было. Неважно, в каком городе вы живете, кто-то к вам зашел иностранец. И, понимаете, или он скажет вам лонг или ту счет. То есть, вы должны это понимать. Потому что, если вы сделаете что-то не то, ну, вряд ли это оставит хорошее впечатление везде ценят, в каждой стране мира. Но, тем не менее, ребят, учите английский. У Насти куча для вас экспертов. Просто. Это же вообще, это же так здорово. Ну, да. Притом, что есть сейчас такие технологии, есть возможность онлайн это все вам показывать. Да, вам не надо ездить в Лондон или во Францию или еще куда-то. Хотя и это надо. Я считаю, что это надо. Конечно. Но вот хотя бы познакомиться, хотя бы услышать через вот такой масштабный клуб для парикмахеров, это вообще очень. Это мега круто, мега. Ну, это как всегда, впереди планета всей, еще один проект, еще уже другой начала, уже там у нее третий, на 2022 год там идет еще запись на какой-то проект. Да, это я люблю. У тебя еще будет куча-куча проектов, и там уже все будет расписано экспертами. Круто. Ну, Марин, я люблю такие делать масштабы, глобальные масштабы. А раз я теперь в вашей индустрии, так что ждите, я буду переворачивать здесь все. Обязательно, Марин, мы тебя очень-очень ждем. Да. Так, друзья, давайте парочку вопросов, потому что у нас время, к сожалению, заканчивается, и прямой эфир может быть вылетает. Давайте ваши вопросы провалим, я сейчас еще раз пересмотрю. Какие книги появятся спросом? Ну, как я уже сказала, все особенно популярны стали в чате это мужские стрижки. Детские мужские и просто мужские стрижки. То есть здесь, если вы стрижете мужчин, вы в топочке. Это реально так. Я просто сама с мужчинами давно не работаю, и во всех городах, где я работаю с клиентами, я свою клиентскую мужскую базу уже передала. Поэтому, вот так как я в основном по прическам, здесь вот я сама выезжала на съемки, где мы делали рестайлинг различных причесок. То есть переодевали образ, и я там за 5-10 минут меняла другой лук делала. То есть здесь также востребованы экспресс-прически. То есть если вы делаете прическу 3 часа, ну как бы, ребят, камон, это будет не менее востребовано, если вы действительно смогли сделать экспресс-укладку за там 10 минут. Цены. Цены тоже, как я уже сказала, совершенно разные, разнообразные. Здесь вы можете поставить московскую цену, но к вам придет меньше клиентов, чем, например, если вы скосите 30% и поставите, ну такую, скажем так, более лояльную цену. Ну, например, грубо говоря, 1200 рублей за стрижку. Это супермало для нас с вами, но здесь это нормально. 300 тысяч рупий, это как бы, ну окей, 600 тысяч к вам, может быть, никто не придет, потому что просто здесь коллеги перебьют ценой на свои услуги. Вот Алена говорит, у нее аж машинка разрядилась. Разрядилась машинка, да, реально. Она попросила, чтобы ей привезли зарядку, потому что она тоже не думала, что здесь будет настолько востребована именно мужские стрижки. Да. Круто! Так что, друзья, давайте собираемся, летим на Бали. Главное, берем, еще раз, профессиональных магазинов там нет. Брать все с собой. Красители, стайлинги, зарядки для машинок, все надо брать с собой. Да, и вот, Настя, еще можно, я прям сделаю такую как бы ремарку, потому что меня очень просили в Дирак, девчонки, ну выделить, ну скажем так, три основных направления, которые нужно развивать прямо сейчас, вне зависимости от того, где вы находитесь. Хотите вы на Бали, или не хотите? Живете вы там в Мурманске, в Барнауле, в Белгороде, в Москве? Я не знаю, где вы живете. В любом городе, где вы живете. Что нужно делать? Ребята, первое, самое главное, это вот прям услышьте меня, пожалуйста, про английский я сказала, сейчас еще раз повторю, но первое, самое главное, прямо сейчас, после эфира, начинайте качать свой личный бренд. Поймите ваши смыслы, для чего вы, почему вы именно эту выкладываете сторис, или пишете этот пост. Если вы просто пишете окрашивание волос, там Самары или Сызрань, почему к вам должны прийти? Может быть, вы просто напишите, я так люблю красить волосы, просто я с ума схожу каждый раз, когда я создаю цвет для своих блондинок, понимаете, да? То есть, когда вы через личный бренд рассказываете о том, почему к вам должны прийти, почему вас прет от вашей профессии, почему вы преподаете, и почему ваши ученики просто выходят в топ, вот это и делает вас уникальным. Это первое, то есть развивайте свой личный бренд, неважно, чем вы занимаетесь, делаете вы ногти, сидите, пилите, красите вы, там наращивайте брови, ресницы, неважно, раскачивайте свой личный бренд, расскажите всем, почему это круто, почему вы это любите, почему это классно и почему это важно для вас. Это первое. Второе, не менее важное, учите английский язык, как-нибудь, но только, вот прям потихоньку, по чуть-чуть. У меня просто, на своем примере скажу, я вбухала в английский язык больше 200 тысяч рублей. В одну школу я пошла, реально отдала за обучение 200 штук рублей. Не выучила его, потому что я себя настолько им достала, прям заколебала. Я пошла сразу в две школы и училась, ну там, вот по Дмитрию Петрову. Это неправильно. Делайте это с удовольствием, но делайте, потому что английский язык выведет вас в топ. Не важно, в каком городе вы живете, где вы находитесь. Учите английский язык. И третье, также не менее важно, а может быть, даже более важно, чем все остальное, это делайте только то, что вы любите. И только так, как вы любите. Стригите ту технику, которую вы обожаете. Если все стригут видал сосун, а вы стрижете запятые вина Курова, почему нет? Стригите, но делайте это с любовью, потому что только от вас самих зависит то, насколько вы будете круты для своего клиента. Пусть у вас их будет 5, но они будут к вам ходить всю жизнь. Это круче, чем 100, которые ходят к вам раз в полгода, раз в три года, или они просто вспомнили раз в 10 лет, что вы существуете. Просто делайте то, что вы любите, и делайте это от всей души. Это вот, наверное, три основных таких момента, которые я бы прям хотела действительно искренне пожелать. Просто качайте свой бэкграунд, качайте свой язык, личный бренд, и просто будьте самим собой. Потому что, как сказал Оскар Уальд, для того, чтобы быть лучшим, надо быть настоящим. Просто будьте собой, наплевать на все то, что делают остальные. Будьте профессионалом в том, что вы делаете. Учитесь. У нас и для вас есть суперкрутой контент, суперкрутые мастера. Но как она вам может дать английских мастеров, если мы будем просто выходить в эфир и говорить I don't know. What does it mean? Ну, что такое, да? То есть, реально, ну, никто нам не будет нанимать еще переводчика. Ребят, давайте учить все вместе. Я не говорю, что я суперкруто знаю язык. Нет, но тем не менее, вот здесь даже просто, я не знаю, слышали ли они или нет, здесь реально просто гром и молния, кстати. Вообще, что происходит. Сейчас здесь, наверное, начнется тропический ливень, но просто вот после этих слов, реально, ребят, я вот просто вам желаю именно раскачивать себя, раскачивать дальше и больше, не бояться быть собой и просто реально работать от всей души и так, чтобы перло не только вас, а еще всех вокруг вас. Потому что, если вы будете подстраиваться и просто стричь видал сосун, например, чудо-престалка видал сосуну, но просто потому, что это модно или потому, что это делают все, но если вас это бесит, не надо это делать. Блин, делайте то, что вам нравится. Это реально очень круто. Очень классная поста. Ой, Марина. Да. Друзья, я рада. Да, я надеюсь, надеюсь. Таким потрясающим мыслям, которые находятся. Ой, сердечки, сердечки, благодарю. Да, которые находятся сейчас, на данный момент, в разных точках мира. Смотрите, обязательно в сторож сейчас выложу кликабельную ссылочку на Марину. Давайте миллион сердечков. Да, благодарю. А Мариной, она вот, совершенно верно, когда любишь, да, настоящее счастье. Да, 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 это хобби, которое принесет вам, ну, не буду говорить это слово, тучу денег. Вы понимаете же, даже к вам и на Бали приедут. У меня реально есть клиенты, которые говорят, слушай, надо же будет так спланировать отпуск, чтобы приехать на Бали, потому что мне надо будет постричься. Но мы же с вами понимаем, что когда нас с вами прет, вы же зажигаете все по пути. Это просто происходит нативно, не только потому, что вы выбрали определенный метод стрижки, а потому что вы это делаете от души. И это реально, это самое главное. Причем реально неважно, за сколько вы это делаете, потому что вспомните себя. Я недавно вспоминала, что я начинала вообще свой путь. У меня была студенческая стрижка 250 рублей. Это потом она стала 2,5 тысячи рублей, там, 3,5 тысячи рублей. Но реально вот мы с вами всегда начинаем с малого, чтобы стать большими. Поэтому просто занимайтесь собой и саморазвитием всегда во всех отраслях. И тогда вот весь мир пойдет за вами, весь мир подтянется, и все будет круто. Да, Марин, как раз когда я разговаривала со стилистом из Майами, сейчас уже в Майами живет в Москве. Круто. И мне стилист рассказывала о том, чтобы к ней клиенты в Майами прилетают, чтобы она их покрасила. Да, да. Я охотно в это верю, потому что это реально так. И у меня есть тоже клиенты, которые рассказывают о том, что они планируют свои какие-то поездки в Германию, например, потому что там живет их мастер, там, наращивание волос. Это реально такое есть. Они реально едут туда только для того, чтобы попасть к ним в руки. Это все реально, конечно. Смотри, Мариночка, по поводу биозавивки. Там пользоваться спросом? Там, мне кажется, и так натурально биозавивка всегда. Здесь, если у кого-то волнистые волосы, они будут 100% волнистые. То же самое с прямыми. Я не могу сказать, что здесь именно завивка будет пользоваться спросом. Почему здесь, девчонки, смотрите, и мальчишки, если вы тут есть. Здесь 100% влажность, которая просто из любых волос делает, ну, такое чуть-чуть, вот такое. Здесь просто у меня наш крутой лак, поэтому я типа здесь на стайлинге перед вами. А вообще здесь все всегда к вам прилипает. Поэтому все, что здесь абсолютно популярно и актуально, это хейр банч. Это просто пучок. Пучок сверху, пучок снизу, пучок сбоку. Если вы едете на водопады, вы сами понимаете, под водопадом, под огромную струю воды встанете. То есть какая прическа, какая биозавивка. Завивки нет. Но все в основном вспоминают именно об уходе за волосами. Конечно, после солнца. Конечно, когда приезжают с пляжа. Вот, здесь тоже сейчас реально будет. Ну что, мы заканчиваем, Мариночка. С регистрацией, проведкой документов. Как там обстоят дела? На самом деле, когда вы едете сюда, ну, хотя бы на два месяца, вам нужно быть готовым к тому, что у вас должен быть обратный билет обязательно. И еще такой момент, как виза-он-райв. То есть ее надо будет делать по прилету. И, ну, я сейчас вот как раз жду паспорт. Я уже съездила на отпечатки пальцев. То есть когда едете на два месяца, вам нужно будет 30 долларов приготовить на ее продление. Поэтому, скажем так, у меня ничего здесь никто не проверял. Но здесь, знаете, какие даже моменты есть. Когда вам ставят печати, в аэропорту надо тоже очень внимательно это проверять. Потому что недавно ребятам поставили печать о том, что они там с января 2019 года здесь. То есть, представляете, прошлогоднюю печать им поставили. То есть они рискнули реально, ну, практически рисковали тем, что они бы оплачивали огромный штраф. Либо просто они бы уже стали сюда, им нельзя было бы вернуться. Поэтому здесь все нормально. Если все сделать заранее, опять же, не бойтесь. Здесь есть специально обученные люди, кто занимается вашими документами. Опять же, в этих Бали-чатах я вам сама могу прислать человека, который здесь занимается продлением документов. Это тоже стоит денег, небольших. Но просто лучше все делать заранее. Когда вы знаете, когда вы точно улетите. Или когда вы будете делать туго в какую-то страну. Здесь просто лучше все сделать заранее. Вы только сюда прилетели и уже ориентируетесь, что через 30 дней у вас должно стоять продление. Поэтому через 20 дней вам уже точно надо задуматься о том, чтобы написать такому человеку. Все это делается легко. Все люди здесь есть. Если что, пишите мне. Я пришлю контакты. С удовольствием поделюсь. Супер. Спасибо большое, Марина, за такой потрясающий день сегодня. Ты нам создала сегодня кучу мотивации. Мотивации английские. Да. Развивать личный бренд. Учить английский. Делать только то, что вам нравится. Вот это самое главное. Потому что если вы не хотите учить английский, если вы думаете, вот Марина сказала, я пойду учить. Но вам это вообще претит. Блин, не делайте этого. Просто не делайте. Общайтесь со всеми через Google Translate. Если это вот, ну, вас от этого не прет. Лучше вообще любое дело в своей жизни превращайте в удовольствие для вас. Тогда вас будет просто переть и вдохновлять просто все, что вы делаете. Приседаете вы там, едите, пьете и так далее. Неважно. Стрижете, в конце концов. Естественно, все вам будет приносить кайф и удовольствие. Ой, спасибо, спасибо. Друзья, а я от вас жду 4 миллиона свидетельщиков для Марины. Я от вас жду обратную связь в директ. Пожалуйста, пишите, о чем вы хотите узнать. Может быть, спикеры, с какой стороны вы хотите услышать. Потому что с вами делятся, делятся своим опытом. Это бесценно. Так что я от вас жду. Пишите Марине. Спасибо всем. Спасибо. Пишите, пишите. Если будет очень-очень много у меня заявок, что мы провели прямой эфир с Мариной, мы еще раз повторим. Потому что я знаю, что вопросов у вас миллион. Ну что, спасибо большое. Да, пишите в директ. Благодарю. Благодарю. Всем намасте. Большой привет с Бали. Увидимся, услышимся. Пишите в директ, дорогие мои. Пока-пока. Пока-пока.